Добрый день. Это группа БТ. Второй курс. Дисциплина. Процесса аппарата биотехнологических производств. К сожалению, что-то качество не очень это само подключение. Вот что-то плохо видно. Лекцию первую я вам... Я вкратце повторю по первой лекции. Это тема была введение «Современное микробиологическое производство. Цель и задача курса характеристика биотехнологии продуктов микробиологических производств. Классификация оборудования микробиологических промышленностей». Микроорганизмы использовались в человечественном быту и производстве еще задолго до того, как, собственно говоря, они были открыты. Еще в древние времена, не задумываясь об их существовании, человечество использовало их в хлебопечении, веноделии, производстве сыровых, кисломолочных продуктов и в варень. Значения и роль их для производства впервые были открыты по стерам в середине XIX века. Однако знания по физиологии микроорганизмов и лекономерских роста начали пополняться только в начале XX века. В результате появилась реальная возможность сделать микроорганизмы нечерпаемым источником получения биологически активных веществ – белков, аминокислот, ферментов, витаминов, антибиотиков и т.д. Во второй половине XX века в промышленно развитых странах зарождается новая отрасль микробиологическая промышленность или биотехнология. Основное преимущество биотехнологии – получение белковых веществ и других продуктов путем микробного синтеза с огромной скоростью, которая на несколько порядков выше, чем у растений и животных. Развитие промышленности вызывает потребность специалистов. Технологии, оборудование и само по себе, разумеется, соответствующих научных исследований. Данный курс процесса аппарата биотехнологических производств основывается на законах и терминах биотехнологии. Биотехнология или биотехнологическая промышленность и оборудование биотехнологии – это сравнительно новые термины, которые вошли в практику сравнительно недавно, в 70-80-х годах 20-го века. До этих лет более широко используют термины микробиология и микробиологическая промышленность, а также соответствующие оборудования. Основная цель биотехнологии – производство методами микробиологического синтеза, прежде всего биологически активных веществ и других продуктов микробиологического производства, например, концентраты витамина В2, белковые витамины концентратов, кормовых дрожжей на жидких гидролизаторах, растительных материалов и сулфирных челок, кормовых дрожжей на отходах в пищевую промышленность, кормовых дрожжей на очищенных парафинах, кормовых дрожжей на газообразных углеводах, лимонной кислоты, лизина на свекловичной мелочи, а также других аминокислот, в частности гистидина, аргинин, криптофан, кормовых антибиотиков, пиавит, теравит, бациллехин, бацитроцинт, бактериальных препаратов или удобрений, а также среду защиты растений, нитрогин, азотобактерин, фосфотобактерин и другие, ферменты, препаратов, солода и т.д. Для популяции микроорганизмов характерны такие замечательные свойства, как высокая интенсивность жизнедеятельности, то есть рост размножения и отмирания, и большое своеобразие обмена веществ и таболизма. Например, скорость образования биомассы у микроорганизмов почти что в сот раз больше, чем у самых урожайных растений. Кроме того, в ряде случаев микроорганизмы направляется на синтез какое-нибудь полезное вещество. Например, один из высокопродуктивных мутантов для синтеза пенициллина. Извините, пожалуйста, перебью. Я хотела сказать, что там одна хочет зайти и не может зайти, потому что нужно разрешение войти в конференцию. Посмотрите, пожалуйста, Анеля Шукурбаева. Ладно, ничего страшного. Да, я уже подключил. А слышно нормально, да? Да, да, хорошо слышу, спасибо. Ну, это вы на почту мне отправите это самое, то есть на WhatsApp свою почту, я могу полностью лекцию потом отправить. Здравствуйте. А, хорошо, да. Да. Значит, некоторые из штаммов могут синтезировать витамин В12, количество превышающих их жизненные потребности, 100-200 раз. Одним из главных достоинств биотехнологии является то, что при микробиологическом синтезе используется недефицитное, недорогое сырье в виде отходов в пищевой промышленности, а также широко распространено сырье, как нефть и природный газ. Значит, в биотехнологии используются процессы аппарата и оборудование, которое классифицируется по ряду основных признаков. Этим признакам относится характер воздействия на обрабатываемый материал, любое сырье или продукт, структура рабочего цикла машины или аппарата, степень механизации, автоматизации, принцип сочетания в технологическом потоке и функциональное назначение. По характеру воздействия на обрабатываемый продукт оборудование делится на три группы. Это оборудование, в котором на материал оказывается механическое воздействие без изменения свойств самого материала. Второе оборудование, которое на материал оказывается физико-химический, биохимический, тепловое воздействие, в результате чего изменяется большинство свойств сырья и даже агрегатное состояние. И третье оборудование, в котором на материал оказываются все виды воздействия. Вторая группа, это структура рабочего цикла оборудования делится на две группы. Оборудование периодического действия и оборудование непрерывного действия. Третье по степени механизации, автоматизации. Оборудование делится на три группы. Простые рабочие машины-аппараты, вторая группа – машины-полуавтоматы, третья – машины-автоматы. Что такое простые рабочие машины? То есть это оборудование, которым выполняется одна технологическая операция, например, это дробилка, мешалка, сепараторы и тому подобное. Машины-полуавтоматы – это оборудование, которым имеется несколько рабочих органов, выполняющих несколько технологических операций и в котором требуется участие рабочего для выполнения некоторых контрольных функций. Машины-автоматы – то есть оборудование, в котором также имеется несколько рабочих органов, выполняющих несколько технологических операций в автоматическом режиме и в котором не требуется участие рабочего. По принципу сочетания в потоке машины делятся на отдельные машины-аппараты, агрегаты и комплексы, комбинированный и автоматизированный вид оборудования, то есть это поточно-механизированные линии. Значит, машины-аппараты отличаются друг от друга по структурной форме. Например, машина состоит из трех частей. Рабочего органа, установленного внутри рабочей камеры, передачественного механизма, передающего движение рабочим органам, источника движения, то есть двигателя. Таким образом, машине обработка сырья происходит в результате преобразования движения механической работы двигателя. По производственному назначению оборудование делится на большое количество групп. Например, для проведения вспомогательных и подъемно-транспортных операций по доставке, хранению, дозированию сырья и материалов, для стерилизации питательных средств воздуха, для экстрагирования отжимов, фильтрования и флотации, для культивирования, то есть выращивания микроорганизмов на твердых питательных средах, для культивирования микроорганизмов на жидких питательных средах, для разделения жидкой и твердой фаз из неоднородных систем, то есть это центрифуги и сепараторы, для концентрирования и очистки растворов биологически активных веществ, Это вакуумовыпарные установки для мембранного разделения растворов биологически активных веществ. Это ультрафильтрационные установки для сушки продуктов микробиологического производства и для измельчения, стандартизации, гранулирования и микрокапсулирования продуктов микробиологических производств. Ну, это вкратце вот по этой теме. Ну, это запись сделана, значит, вы мне почту на WhatsApp отправите, я просто запись сделаю для подтверждения. И потом запишите, и Платонус будете отправлять конспекты лекций. А сейчас Платонус еще у нас не обновлен. Нет, я вам на почту отправлю эти лекции полные, вы запишите в тетради, потом будете, когда Платонус откроется, ваша группа, дисциплина, тогда будете отправлять. Хорошо? Хорошо. Ладно, я записал все.